В данном уроке поговорим о текстурах. Я расскажу, каких типов они бывают, и мы попробуем наложить простенькую текстуру на наш куб. Я сразу же изменю рабочее пространство. Цвет мира выставлю белым. Здесь тип отображения Rendered. И немного увеличу данный куб. И на вкладке материалов нажму кнопку Use Notes. И здесь выберу материалы. Итак, знакомый нам шейдер Diffuse. Изменим его цвет. И теперь попробуем добавить текстуру. Текстуры бывают двух типов. Процедурные – это такие текстуры, которые создаются с помощью каких-либо алгоритмов. То есть это не уже готовое изображение, а это просто набор функций, по которым компьютер создает какое-то изображение. И обычные в формате всем известных вам изображений – это PNG, JPEG, BMP и так далее. Blender поддерживает практически все распространенные форматы текстур. Сначала покажу на примере процедурно-генерируемой текстуры. В Blender их уже есть несколько готовых. Я нажимаю Shift-A, перехожу в пункт текстуры. И здесь вот первый пункт – это текстура изображения. А дальше идут процедурно-генерируемые текстуры. Я выберу текстуру Checker. Она наглядно продемонстрирует, что значит процедурно-генерируемая текстура. Подключу Color – Color. И вот мы видим, как изменился наш куб. То есть данная текстура генерирует квадратики двух цветов. Цвета вот здесь указаны. И здесь мы также можем регулировать их размер. То есть сейчас я, например, изменю цвет на голубой. Тут оставим белый. И здесь сейчас параметр Scale равный 5. Я его могу увеличить. Ну давайте сразу же до 10. И видим, что кубиков стало в два раза больше. В чем преимущество процедурно-генерируемых текстур по сравнению с изображениями? Так это в том, что они абсолютно не теряют ничего в качестве при масштабировании. Вы можете их настраивать, то есть изменять их параметр Scale, цвет, вот непосредственно регулируя данный нод. И при этом всем у вас качество всегда будет максимальным. Если же это растровое изображение, то здесь уже все зависит от плотности пикселей, которые на нем присутствуют. И здесь у вас могут возникнуть проблемы. С процедурными текстурами на этом можно и закончить. То есть есть их несколько типов. Давайте еще какую-то подключу для наглядности. Вороной. Ну вот, текстура генерирует вот такие волны. Здесь мы также можем регулировать параметр Scale. Изменять тип того, что она генерирует. Вот видите, такие цветные фигурки появились. И так далее. В Blender их около 10 встроенных. Также вы можете создавать свои собственные, если вы владеете языком программирования. Но в 99% случаев на практике применяются текстуры в виде изображений. Для этого добавим нод Image текстур. Сейчас мы его если подключим. У нас наш куб стал розового цвета. Всегда если Blender не будет находить изображение текстуры, он у вас будет показывать объект примерно вот таким цветом. И я нажимаю кнопку Open. Нахожу нужную мне текстуру. И нажимаю загрузить. Сейчас, как вы видите, куб полностью белый. Здесь в окне превью вот видно что-то появилось. Какие-то буквы, цвета. Но на нашем кубе этого ничего нет. Чтобы текстура более или менее корректно отображалась на объекте, необходимо добавить нод текстурные координаты. И подключим первый пункт Generated к входу в вектор нода Image текстур. И сейчас мы видим, что вот так выглядит данное изображение. Давайте поверну немного куб. Оно располагается вверху, строго по центру данной грани. И вот мы его подключили. Здесь мы ничего изменять не можем, мы только указываем выход. Ну а здесь мы можем изменить две настройки Color. То есть текстура сейчас, как видите, цветная. Если выбрать пункт Non-Color Data, то здесь цвета уже не будут передаваться такими, какие они есть. Он используется для того, если вам необходимо добавить объем вашему объекту, либо использовать карту нормалей. Ну здесь мы оставим пункт Color. И вот здесь тип наложения. Сейчас используется Flat. Мы можем изменить его на Box, который отлично подходит для объекта куб. И как видите, теперь текстура заполонила каждую грань нашего куба. Ну вот, собственно, и все, что мы можем здесь изменять. Но этого, как вы сами догадываетесь, мало. И чтобы иметь хоть какой-то контроль над текстурами, существует еще такой нод Mapping. Вот он такой большой. Мы его вот так подключаем. То есть теперь выход Generated подключается сюда к вектору. Ну а здесь, соответственно, к Image Texture. И здесь мы можем изменять такие параметры текстуры, как ее положение, вращение и масштабирование. Вот я регулирую положение по ICX. Видите, изображения начинают съезжать. Они потом повторяются циклически. Здесь 0 вернем. Вращать по ICX, Y. Также выставлю 0. И также вы можете изменять масштаб текстуры. По ICX устанавливаем значение 3. Видим, три раза влезает текстура, она растягивается по Y. Указываем значение 3 по оси Y. Здесь у нас вверху все отлично. 9 логотипов. А здесь по бокам они получились растянутыми. Устанавливаем значение Z равным 3. И видим, теперь наша текстура три раза отображается на каждой из граней куба. Это такие базовые способы наложения текстуры. То есть, если у вас объект плоский, либо имеет, например, кубическую форму, то данной связки нодов будет более чем достаточно, чтобы корректно ее расположить. Ну а если у вас сложный геометрический объект какой-то, либо же вовсе какой-то персонаж, там, человека, например, моделируете, то здесь просто необходимым становится данный пункт. Об этом мы как раз сейчас поговорим в следующем уроке. Это называется UV-разверткой, где вы производите так называемую развертку вашего 3D-объекта. И уже там вы можете максимально точно позиционировать вашу текстуру на вашем объекте. Поэтому здесь мы закончим. А в следующем уроке поговорим о том, как создавать UV-развертку. Субтитры создавал DimaTorzok